В городской доме грядут структурные изменения. В четверг на рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о ликвидации Департамента спорта и молодежи самоуправления и создании двух независимых друг от друга структур. То есть город планирует вернуться к старой системе управления спортивной и молодежной сферами. Как пояснил председатель комитета по образованию и культуре Янис Дукшинский, Дагубинский Олимпийский центр отказался заниматься обхозяйствованием городских спортивных баз. Мы получили письмо, что они просят прекратить обслуживание баз, поэтому нужно было срочно решать вопрос, каким образом мы будем продолжать. Для этого, конечно, нужно, если мы с управления возвращаем назад обслуживание баз, то с 1 мая, возможно, будет по передаче вот это все, и начнем, как и раньше, обслуживать через управление спортом. Напомним, решение о делегировании Олимпийскому центру этих функций было принято Думой предыдущего созыва в феврале 2016 года. И тогда перед руководством этого учреждения была поставлена цель – наладить эффективную работу городских спортивных баз. Однако, со сменой руководства Олимпийского центра сегодня эта работа практически остановлена. Держать свою собственность в обслуживании Олимпийского центра, которые не способны этим заниматься, смысла нет. Другой вариант был бы, если бы мы знали, что в Олимпийском центре придут люди, специалисты, которые знают, как эту работу организовать, и обслуживали бы наши базы, как они и делали до этого, даже более эффективно, чем наши службы. Сегодня таких перспектив не очень видно, поэтому, может быть, лучше взять эти базы на обслуживание самоуправления. В связи с созданием управления спорта самоуправлением будет объявлен конкурс на должность его руководителя. Янис Дукшинский отметил, что вслед за созданием новой структуры произойдут и другие перемены. И связаны они будут с деятельностью детской и юношеской спортивной школы. Более эффективнее, когда все же школа не одна большая, самая большая в Латвии, и когда трудно координировать работу тренеров и различных спортивных видов, развивать и так далее. Поэтому мы решили идти на разделение по некоторым видам. Первый шаг – это была футбольная спортивная школа создана, а сейчас предлагается дальше создать ледовую спортивную школу. И, конечно, мы думаем, что нужно создавать отдельную спортивную школу спортивных видов, то есть баскетбол, волейбол, чтобы получить ситуацию именно в этом. Если баскетболом еще более-менее, хотя там тоже есть вопросы кадров и развития дальше, то в волейболе сейчас довольно сложная ситуация. Но если реорганизация детской и юношеской спортивной школы – это вопрос будущего, то окончательное решение по созданию управления спорта и молодежного отдела должно быть принято на следующей неделе, на очередном заседании Думы.